друзья всем привет и сегодня у нас на обзоре обновление одной из самых популярных моделей для повседневной эксплуатации от компании new balance серии 1906 и теперь с литерой у и казалось бы что здесь собственно обсуждать вроде абсолютно идентичная версия прошлой модели но не тут то было бы есть достаточно большое количество изменений и не просто внешне но и прежде всего наличие огромного числа различных цветовых решений модель является новинкой 2024 года и поэтому найти в розницу ее практически невозможно а вот на платформе джун в различных корейских японских немецких китайских магазинах вы можете приобрести все разнообразие цветовых решений обновленная модель стоит естественно немного дороже версия которую нас сегодня на обзоре в 45 с 11 размере стоит 16 тысяч рублей для этой пары учитывая бесплатную доставку и оплату рублевыми картами это вполне адекватный ценник одной из самых важных составляющих во внешке здесь является абсолютно кардинальная смена цветовых решений цвета яркие насыщенные контрастные вы никогда не перепутаете эту серию с 1906 r или другими моделями поскольку они отличаются радикально по материалам серия 1906 отличалась огромным разнообразием версии это модели полностью из спилка сетка в некоторых версиях присутствовала в большинстве верхней части кроссовках модели из натуральной кожи причем сетка очень сильно отличается от модели 1906 r она совсем другая по составу абсолютно по-другому вентилируется это кстати один из основных факторов который влияет температурный режим при которой вы сможете их эксплуатировать большинство предыдущие версии модели имели очень хорошо вентилируемую сетку и они отлично подходили для летней эксплуатации как видите объем сетки верхней части кроссовка достаточно существенные казалось бы она должна также прекрасно вентилироваться но не тут то было потому что подклад у этой сетки очень и очень плотный да и по своему строению это не совсем сетка это достаточно плотный такой основательный синтетический материал безусловно нельзя судить о всей линейке по конкретной модели возможно в будущем появится да и может быть уже на текущий момент есть какие-то вариации с более продуваемой сеткой но если мы разбираем конкретно взятную модель и если вы будете приобретать другую расцветку но с подобным же материалом вы должны понимать уровень вентиляции здесь в два раза ниже чем в классических 1906 r и эти кроссовки вполне пригодны для эксплуатации в летний период но максимум градусов до 25 дальше в них друзья будет достаточно жарко вот идеальные условия для их эксплуатации это примерно в районе 15 градусов вот при этом температурном режиме вам в них будет абсолютно комфортно если обычная сетка пропускает воду на раз-два то этому материалу требуется определенное время все-таки чтобы впитать воду опять же вот с обратной стороны я не ощущаю чтобы они как-то промокли в целом возможно этот материал даже можно подвергнуть какой-то обработке от воды и ну легкий дождь они выдержат спокойно поэтому в принципе для осенней эксплуатации подобная модель будет вполне себе комфортно помимо изменения структуры сетки есть еще одно очень радикальное решение точнее изменение в отличие от классической версии которая также кстати повлияет на возможность эксплуатации этой обуви именно в осенний период обратите внимание на конструкцию носка она изменилась радикально если в 1906 большую площадь занимала сама сетка то здесь большую часть носовую занимают именно вставки из кожи по дизайну произошло смешение двух моделей на мой взгляд модель 9060 обладает примерно по визуализации такой же носовой частью и они ничего нового просто не придумали а взяли и присобачили ее на конкретную версию не то чтобы минус не то чтобы плюс кому-то по дизайну это придется ближе кому-то нет но в целом решение интересное поскольку они за счет этого не просто обновили модель а сегментировали ее с прошлой версии та преимущественно получается будет для летней эксплуатации а эта модель наверное больше позиционируется как такая осенне-весенняя версия для других температурных режимов но естественно усиление каркаса вот этими кожаными элементами оно положительно скажется и на стабилизации в данной модели носовая часть не такая будет расхлябанная и при сгибании деформация и появление различных складок оно будет ограничено именно только этой частью нос усилен может быть прям очень существенно здесь такие прям ставки дополнительные появились все из натуральной кожи сделано ну из точки зрения дизайна на мой опять же субъективный взгляд модель конечно стала поинтереснее что интересно на язычки они сохранили конструктивно примерно такую же сетку которую использовалась в большинстве моделей предыдущего поколения видимо для улучшения вентиляции поскольку такой материал конечно дышит лучше нежели если бы они использовали такую сетку в целом набивка тут достаточно плотно это сделано для того чтобы язычок не ерзал у вас я всегда за такое решение потому что конечно тонкие язычки вентилируются хорошо но эксплуатировать такую обувь некомфортно язычок постоянно съезжает здесь этой проблемы не будет сами шнурки кстати баланс молодцы всегда они так делают точки зрения вот визуального восприятия они практически круглые но на самом деле они полукруглые за счет этого они не развязываются не доставляют дискомфорта это отличное решение в боковой части вы вряд ли без лупы найдете какие-то существенные изменения здесь плюс-минус за исключением нескольких штрихов все также осталось как и в предыдущей модели ты собственно и зачем менять то что отлично работает потому что силуэт получился прекрасный пяточная зона что у предыдущей что у данной модели вообще шедеврально вот это решение с пластиковым стаканом оно просто потрясающе во первых жесткость увеличивает хотя на самом деле сама пятка вот если брать в целом модели от new balance она здесь одна из самых мягких обычно там стаканы гораздо жестче стоят но это видимо сделано по той причине что сама пластиковая вставка удерживает вашу пятку да и помимо этого здесь куча элементов других именно в подошве которые отлично будут стабилизировать платформа которая используется в этих кроссовках появилась еще в 2002 модели принесла и потрясающий успех именно за счет своих характеристик а это на мой взгляд одна из лучших платформ в целом для повседневной эксплуатации вносить сюда какие-то глобальные изменения было бы абсолютной глупостью работающий элемент что-то придумать здесь более совершенное очень и очень сложно и так здесь все просто запихано технологиями и прежде всего это технология эндюронс особая спец смесь которая используется в подметке особенно вот в пяточной области ее наличие очень актуально поскольку это самый подверженный стиранию элемент и здесь жесткость как вы видите 73 ньютон на метр это отличный показатель и стираться эта зона будет минимально по сути такие ламели с эндюронсом используются здесь повсеместно плюс к этому здесь есть мягкие ламели которые эффективно работают именно на зацеп конечно же это платформа не для эксплуатации по пересеченке не для бега по пересеченке вообще в целом спорт для этой обуви ну не то чтобы противопоказан но у нее задача другая задача прежде всего сохранить максимально комфортные условия при ежедневной эксплуатации отличное решение для отвода воды чтобы ваши брюки были всегда в чистом состоянии ну естественно самый главный элемент который будет отвечать за стабилизацию это супинатор е-стабилити его основная задача друзья не дать скручиваться кроссовкам чтобы вы не подвернули свои ножки я прикладываю максимальное усилие свернуть практически невозможно это один из самых лучших супинаторов и очень часто супинаторы находятся только с внешней стороны но не в этом случае как можете видеть пластина продолжается из внутренней стороны средняя подошва energy тоже достаточно свежее решение поскольку в основной массе в не балансах используется технология обзор но здесь несколько иное решение здесь несколько видов различной пены по жесткости и плюс вот такие вот гелевые ставки для максимальной амортизации гашения паразитных нагрузок именно в пяточной области о великолепных амортизирующих свойствах и ортопедических прям качествах в подошвах от компании new balance можно говорить долго но лучше один раз попробовать поскольку по большому счету требования конечно кроссовкам у всех разные но если вы ищете обувь именно для повседнева они для каких-то прям обувь и определенных узких задач то это наверное одни из самых лучших кроссовок платформы не обладают избыточной мягкостью они больше стабилизирующие и за счет этого после длительной эксплуатации ваши ноги меньше устают одним словом ваши суставы скажут вам спасибо особенно если у вас высокий вес больше 100 килограмм это идеальная обувь проверено уже временем и конечно же фирменный new balance и перекат который буквально толкает вас вперед за постельки каких-либо глобальных изменений я не вижу ортолайта здесь нет это такой кусок пены в принципе здесь есть вот такие ортопедические ложбинки для поддержки вашей стопы внутрянка у нас не поменялась абсолютно все то же самое что и в предыдущей модели вес для вес 11 размера 410 грамм далеко не самый маленький показатель средний скажем для подобного класса кроссовок ну и учитывайте здесь наличие огромного количества технологий в платформе и усиленной резины в подметке поэтому меньше они весить по определению не могли но и самая большая проблема друзья с которой можно столкнуться покупая обувь от компании new balance это паль и для этого вы должны знать базовые вещи с помощью которых вы можете отличить эту обувь от подделок прежде всего светим непосредственно ультрафиолетовым фонариком на бирку здесь должны быть четыре ряда nb сами ряды могут читаться не полностью но вот прям как на краях вы видите то есть буквочки тоже должны быть читаемость должна быть отличной то есть никаких там вот размытых символов быть не должно все конечно нужно делать в совокупности следующим этапом должно сравнение быть серийных номеров каждого кроссовку здесь у нас последняя надпись вот 459 она заканчивается на втором кроссовке она соответственно должна отличаться как можете видеть здесь у нас 433 есть еще один параметр по которому принадлежность коробки конкретной паре можно определить это второй код который вот на 575 заканчивается если бы у нас с вами была европейская версия то штрих-код бы ей соответствовал но поскольку у нас версия азиатская здесь к сожалению эта степень защиты отсутствует поэтому если у вас модель для китайского или каких-то других рынков на нее можете внимание не обращать они совпадать не будут по итогу имеем с вами абсолютно логичное продолжение серии 1906 нью баланса не стала экспериментировать хотя надо отдать должное что изменения в носовой части здесь прям радикальные если вот таким вот образом закрыть модель то по ощущениям это больше похоже на версию 9060 в какой-то новой расцветке ну а самая главная модель получила огромное количество просто радикальных по своим изменениям расцветок гамма просто потрясающее сочетание цветов их насыщенность оттенки все это абсолютно на другом уровне слово модель продолжает жить продолжает быть актуальной силуэт на все времена за последние несколько лет азиатские версии 9060 1906 2002 они конечно существенный удар нанесли по классике по кроссовкам производимых в англии в штатах но конечно здесь есть один нюанс которые за пару лет не состряпаешь себе это харизма та обувь производится десятилетиями и сейчас она даже в плане ценообразования они прям очень грамотно разделили она все-таки стоит дороже существенно чем эти модели но в целом это такое знаете промежуточный сегмент появился обуви которая в принципе за вполне приемлемый прайс дает вот ощущение ну ничуть не хуже друзья от платформы нежели чем классика эти кроссовки свое место на рынке нашли популярность растет с каждым годом в целом отличное решение напишите обязательно в комментариях что думаете об этом обновлении номинально ли она или все-таки вот это изменение в носочной части влияло кардинально на модель спасибо вам за просмотр надеюсь что видео оказалось для вас полезным подписывайтесь на канал а я с вами прощаюсь до новых встреч друзья субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok